Артиллерия – бог войны. Так просто и безаполиционно утверждал Сталин. И правда, артиллерия решала на поле боя невероятно много. К тому же в нее старались набирать самых умных, самых образованных. Ведь от канониров требовалось не только умение работать с техникой, но и математическая точность для прицельного выстрела. И вот во всем артиллерийском мире 30-х-40-х годов не было имени более значительного, чем имя конструктора Василия Грабина. Именно он разработал многочисленные орудия победы – F-34 для танка Т-34 и дивизионная ЗИС-3 калибра 7,6 мм, «Ласковая Зося», «Торжественная залп» имени Сталина, «Заслуженная пушка Грабина» – такие имена получила она у артиллеристов. Пушки ЗИС-3 на вооружение артполка поступили в 43-м году. В сравнении с ранними пушками эта пушка несравненно лучше. В отношении применения ее в борьбе с танками в неподвижной противотанковой обороне является одним из лучших средств. Большая часть подбитых и сожженных танков противника артиллерии дивизии падает на долю пушек ЗИС-3. Так докладывал подполковник Михаил Клиновицкий. Для того, чтобы Зося сошла с конвейера, Василию Гавриловичу пришлось бороться с непониманием руководства, радовавших за идею «два в одном» – совмещение зенитной и дивизионной артиллерии. И на несколько шагов опередить инженерные замыслы других технарей. В книге мемуаров «Оружие победы» Грабин четко сформулировал залог успеха своей профессии. Конструктор – это работник творческого труда. Но конструкторское бюро не может надолго откладывать решения проблем, возникающих в ходе работы. Нужно приучить человека мыслить схемами деталей, узла, механизма. Мыслить он должен критически. Критическое мышление Грабина заключалось в том, что он мог увидеть возможности изготовления орудия или лафета по-новому, мощнее, современнее, меньше в габаритах. В каждой машине есть наиболее трудоемкие, с точки зрения технологии, детали, которые требуют совершенно иных методов механической обработки или сборки. Поэтому нужно вначале найти эти детали, помочь цехам составить технологию их изготовления. Непосредственно в цехе помочь освоению процесса. Так полагал Грабин. Шутка ли? На изготовление опытного образца F-22 понадобилось всего полтора года работы. На пушку F-34 полгода. А на ЗИС-2 ушли рекордные три месяца. Все макеты и опытные образцы проходили личное согласование у Сталина. Если поначалу вождь сильно ругал Грабина словами «У вас конструкторский зуд, вы все хотите менять и менять, работайте, как раньше работали», то позднее предпочитал с ним соглашаться. И щедро хвалил один из пионерских образцов Грабина пушку F-22, который изобретатель называл «желтенькой». Красивая пушка, в нее можно влюбиться. Хорошо, что она мощная и легкая. Пушки Грабина были так хороши, что сами немцы их официально принимали на вооружение. Пользовались они, конечно, трофейными образцами. Несмотря ни на какое старание и хитроумие немцев, победа осталась за советскими солдатами и конструкторами. И об этом как нельзя лучше сказал Грабин, сделавший для фронта все, что мог. Когда едешь по дорогам войны, мимо полей, лесов, хуторов, городов, то воочию убеждаешься в мощи советских пушек. Путь к Берлину – это поистине кладбище немецкой техники, разбросанное на полях, во врагах, на дорогах, на улицах городов. Это победа нашей артиллерии, доказательство ее превосходства над артиллерией немецкой. Продолжение следует...